Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешей. В начале коротко о некоторых темах выпуска. В Сочи открылся Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Сегодня его участники пробежали символическую дистанцию. Детский сад в Лао и школа в Амеретинке. Успевают ли строители сдать их в срок? Проверила Краевая комиссия. Куда торопился? Неясно. Легковой автомобиль врезался в автобус. ДТП произошло сегодня утром в Дагомысе. 180 спортсменов из более чем 20 регионов. И это сильнейшее. В Сочи открылся чемпионат России в олимпийских классах яхт. В Сочи прошло самое масштабное представление года. В Ледовом дворце Большой накануне состоялась церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Красочное мультимедийное шоу, созданное продюсером Игорем Крутым и членом Академии российского телевидения Алексеем Сеченовым, посвятили ключевым вопросам современного мира – экологии, бедности, образованию, энергии, информации и науке. Каждая часть шоу сопровождалась выступлениями людей из разных точек планеты, внесшими серьезный вклад в решение глобальных мировых вопросов, а также выступлениями звезд эстрады. На церемонии открытия выступил и президент Всемирной Федерации демократической молодежи. Николас Пападимитрио поблагодарил президента России и весь российский народ за то, что они приняли фестиваль в своей стране. Молодежь всегда была важной частью борьбы за прогресс и социальную справедливость. Нас всех принимают в стране героев, которые победили фашизм во время Второй мировой войны и сто лет назад изменили историю. Фестиваль несет нас по пути международного объединения. Так давайте объединимся во имя мира. После основной программы на сцену Сочинского Большого Ледового дворца вышел президент России. Молодое поколение всегда приносит в мир новаторские идеи. Вам свойственны эксперименты, споры, свойственно не соглашаться с привычным укладом вещей. Дерзайте. Создавайте свое будущее. Стремитесь изменить этот мир, сделать его лучше. Все в ваших силах. Главное упорно идти только вперед. По окончании церемонии открытия Владимир Путин встретился со студентами и молодыми специалистами из России, Малайзии, Индонезии, Франции, Ямайки, США, Индии и Зимвабве. Обсуждать решение глобальных вопросов участники фестиваля будут на дискуссионных площадках. Накануне стартовал саммит молодых профессионалов в спорте, ну а сегодня началась работа первого глобального форума молодых дипломатов. В работе дискуссионной площадки принял участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. Татьяна Говоркова, телекомпания «ФКТ». В Оренбурге к этой дате сделали самый большой в мире платок. Его связали в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Размер изделия 400 квадратных метров. Достижения местных производителей уже зафиксировали в Книге рекордов Гиннеса. На изготовление платка потребовалось 46 килограммов пряжи. Делегация Краснодарского края на фестивале молодежи самая многочисленная. Более тысячи человек приехали в Сочи. Гостей из других стран и республик южане встречают по-кубански гостеприимно и радушно на стенде региона. Поприветствовать участников фестиваля приехал губернатор Вениамин Кондратьев. Есть ли место, есть ли место, это Краснодарский край! Глава региона вместе с участниками и волонтерами осмотрел стенд Краснодарского края. Экспозиция Кубани поделена на шесть тематических зон. Гид, экскурсовод, робот. Робби отвечает на каверзные вопросы. Рядом расположились инновационные проекты молодых ученых. А еще можно совершить путешествие на авиасимуляторе по 3D-карте Краснодарского края. Общаясь с молодежью, Вениамин Кондратьев отметил, что Сочи уже давно стал площадкой мирового уровня. И этот фестиваль должен надолго остаться в памяти тех, кто приехал на Кубань из других стран и республик. Друзья, конечно, здесь приезжают молодые люди, ваши сверстники из разных стран и разных континентов. Они говорят на разных языках, они имеют свою культуру, традиции. Вы знаете, чем они разнообразнее, чем мы все разнообразнее, чем прекраснее наш мир, согласитесь. Поэтому в этом многообразии, наверное, есть то, чем мы можем обмениваться, а мы с вами гордимся. Давайте покажем Кубань достойно, какая на самом деле. И пусть они, когда отсюда уедут, помнят вас, Кубань, Тусарский край и всю свою жизнь. Участники и волонтеры еще долго не отпускали главу региона. Фотографировались на память и делились впечатлениями. Радовались фестивалю и горожане. 14 октября на площади Южного Мола состоялся праздничный концерт, посвященный открытию Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Невзирая на плохую погоду, там собрались тысячи людей. Собравшихся на Южном Молу в этот вечер то и дело – поливал дождь и сдувал ветер. Но, несмотря на это, концерт посетили около 7 тысяч зрителей. Делегатов форума и гостей мероприятия поприветствовал глава города Анатолий Пахомов. Мы, сочинцы, очень сильно готовились к Всемирному фестивалю молодежи и говорим всем гостям из 150 стран мира добро пожаловать в город Сочи. Уверены в том, что гостеприимство Сочи и наши теплые сердца все сделают для того, чтобы всем нашим гостям здесь было хорошо. Настроение гостям создавали активные ведущие. И уж действительно разогрели атмосферу прохладного, ненастного вечера артисты, выступающие на сцене. Кто крикнул «спойте теперь медленную»? Кто крикнул там? Да? Ты хочешь медленную песню? Так, мы вас не слушаем. Мы слышим. Кто первый сказал «пойте медленную»? Всю ближайшую неделю в Олимпийском парке будут кипеть события сродни большим играм 2014 года. Целый ряд мероприятий пройдет и на городских площадках. Более 2000 сотрудников полиции задействовано в охране порядка в Сочи. В том числе в период проведения фестиваля молодежи свыше 200 сотрудников патрульно-постовой службы ежедневно будут патрулировать улицы города и места туристической активности. Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка на территории, прилегающей к местам проведения мероприятий, а также к местам размещения участников и гостей фестиваля. В рамках обеспечения дорожной безопасности сотрудники ДПС ГИБДД проверяют дороги по маршрутам, входящим в планы проведения мероприятий. Организуется регулирование дорожного движения в целях недопущения и минимизации заторовых ситуаций. Представители 73 стран приняли участие в забеге на 2017 метров в Сочи на старт самого массового спортивного мероприятия. В рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов вышли около 3,5 тысяч человек. Маршрут забега был проложен по трассе Формулы-1 в Олимпийском парке. Участие в состязании могли принять все желающие, независимо от физических возможностей, сообщает ТАСС. Бегунам предстояло преодолеть одну из двух дистанций на 2017 метров или 4 километра. К моменту старта для участия в забеге зарегистрировались почти 3,5 тысячи человек из 73 стран, из них 60 человек – люди с инвалидностью. На соревнованиях работала система электронного хронометража. На стартовые номера легкоатлетов наклеили индивидуальные чипы, а на трассе разместили специальные электронные отметки, которые будут фиксировать результаты. После прохождения дистанции каждый участник получил СМС-сообщение с результатом и памятный медальон с изображением логотипа фестиваля. Мы очень ждали этого мероприятия и очень радуемся, что и здесь, на этом фестивале, спорт – он приоритет. Море, эмоции, впечатлений. Вроде бы только начало фестиваля, но мы уже заряжаемся во всем эмоциями. Прекрасно, чудесно. Тайм, тайм, течем. Ну что бы делать. Требую жертв спорт. Заседание клуба «Валда» открывается сегодня в Сочи. Главная тема – созидательное разрушение. Возникли ли из конфликтов новый мировой порядок? Участники дискуссии будут выяснять, могут ли привести глобальные конфликты к радикальной трансформации мироустройства. В экспертных обсуждениях примут участие 136 экспертов из 32 стран. В этом году ожидается много гостей из Китая, отметил директор по научной работе клуба «Валда» Федор Лукьянов. На заседаниях выступят и представители России, президент Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров. Центр военно-патриотической подготовки появится в Краснодарском крае. Об этом договорились глава региона Вениамин Кондратьев и председатель ДОСААФ России Александр Калмаков. Губернатор отметил, что сегодня в крае совместно с ДОСААФ разрабатывается региональная программа по развитию военно-технических видов спорта, чтобы допризывная молодежь могла достойно подготовиться к службе в вооруженных силах. Я надеюсь, что вот такой центр военно-патриотической подготовки в Краснодарском крае должен появиться. Многофункциональный центр, многопрофильный центр. Я еще подчеркиваю, где молодежь со всего края может получить достойные уроки подготовки по любым направлениям военных специальностей, которые Андрей Петрович, как руководитель регионального отделения, определит, исходя из общих задач. И вот эту возможность нашей молодежи, я убежден, мы должны сегодня дать. В свою очередь, председатель ДОСААФ России Александр Калмаков поблагодарил Вениамина Кондратьева за то, что в крае уделяется большое внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи. Он также отметил, что эта работа возможна только совместными усилиями администрации края и ДОСААФ. Взаимодействие со всеми структурами, которые входит в правительство, в субъекты, эту задачу в одиночку не решили. Поэтому у вас услышали, что у вас есть желание создать такой центр со своей стороны. Мы поработаем и предложим вам достойную модель, чтобы это действительно, как вы говорите, это были не декларации, не логики, а были конкретные дела. На встрече было решено провести опрос среди молодежи, чтобы услышать и их мнение, каким они хотят видеть этот центр и чему там учиться. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Успеть в срок такую задачу перед строителями ставит глава Сочи Анатолий Пахомов. Сейчас в Сочи возводят сразу два социально важных объекта. Это детский сад в районе Лао и школа в Амеретинской низменности. Работы на обоих участках вышли на финишную прямую. Закончить строительство и открыть двери для детей школы и детсад смогут уже. В следующем, в 2018 году. А сейчас проверить, на какой стадии готовности находятся объекты, приехала комиссия из краевой столицы. Сейчас здесь работают строительные пылесосы, а уже в марте эти помещения наполнят детский смех. Садик в районе Лао ждали уже очень давно. Пока работы идут, родители возят своих малышей в соседний район, в Догомыс. Какие сюда стоящие кровати? У нас обычные, одноярусные кровати. То есть, в принципе, нам хватает площадей для того, чтобы... Вполне так. И есть понимание, что можно будет увеличить. А мы еще чуть больше взяли кровать. Проектная мощность нового сада – 210 мест. На площади позволят комфортно разместить и большее количество маленьких сочинцев. Возводить новое дошкольное учреждение начали в 2016-м, после поручения президента Владимира Путина. Уже выполнены почти 90% работ. Темпы строительства сада проконтролировали вице-губернатор Анна Менькова и исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики края Константин Федоренко. Это один из сложнейших объектов. Но когда мы говорим о городе Сочи, то мы всегда понимаем, что это несколько иные объекты, чем в других территориях Краснодарского края. Потому что, по сути, здесь пришлось срезать гору. И мы видим, что по периметру здесь подпорная стена. Это очень важно с точки зрения безопасности в дальнейшем эксплуатации этого объекта. А это уже для ребят постарше. Третью четверть ученики сотой общеобразовательной школы начнут в новом здании. Это пристройка для младшего звена. Уже скоро откроются игровые комнаты и закипит работа в классах. В новой школе три этажа. Оборудованы учебные кабинеты, спортивный зал, помещение для занятий хореографией, столовая, стадион и спортивная площадка. Новое здание сможет вместить 400 ребятишек. Учиться дети будут в одну смену. Этот район, скажем, после олимпийского периода развитие идет очень серьезно. Жителей здесь добавилось значительно. Сочи прирастает неимоверными темпами, как за счет того, что рождаемость, так и, соответственно, за счет того, что у нас много желающих приехать и жить в городе Сочи. Соответственно, школа этого необходима крайне. Только в этом году в Олимпийской столице уже ввели в эксплуатацию две школы и столько же детских садов. До конца года свои двери маленьким посетителям откроют еще три учреждения. Их строительство ведется под личным контролем главы города. А до 2020 года в Сочи появится еще семь новых объектов для малышей и школьников. Ольга, 10-го, телекомпания, ФКТ. Сочи и Пензенская область станут ближе друг к другу. Правда, не в географическом, а в торгово-экономическом, научно-техническом и культурном смысле. Губернатор области и глава Сочи подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве. Иван Белозерцев и Анатолий Пахомов подтвердили взаимную заинтересованность в расширении связей. По словам Белозерцева, он заинтересован в том, чтобы жители Пензенской области могли поправлять здоровье в Сочи. В том числе на это направлена и программа «Открытый юг». У нас вот эта программа по 1400 рублей, она 65 наших санаториев реализует. 500 тысяч по этой программе приехало за прошлый год. А вообще мы после Олимпийских игр уже два года круглогодичный курорт. То есть практически круглый год у нас загрузка 88%. Кстати, как сказал губернатор Пензенской области, благоустройство Сочи он приводит в пример руководителям ведомств своего региона. ДТП с участием пассажирского автобуса сегодня утром произошло в Дагомысе. Сегодня утром в поселке Дагомыс произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. На камере уличного наблюдения видно, как водитель белой легковушки совершает рискованные маневры и врезается в бок пассажирского автобуса. А потом сталкивается еще с одной машиной на встречной полосе. Как сообщается, жертв нет. Причины ЧП выясняются. К другим новостям. Завершилось круизное сообщение Сочи-Крым. Итоги летней навигации сегодня подвели на лайнере «Князь Владимир». Елена, все цены расскажут подробнее. Теплоход «Князь Владимир» рассчитан на 600 пассажиров. Но в первый рейс 11 июня отправилось 250 человек. Вплоть до 14 октября осуществлялись морские рейсы. За это время их выполнено 18. В этом году в Черноморском регионе было восстановлено регулярное круизное сообщение. Оно было единственным соединяющим – Краснодарский край и полуостров Крым. Пассажиры из Сочи попадали в Новороссийск, Ялту, Севастополь. Затем вновь возвращались в Сочи. Капитан у судна опытный. Для него маршрут совсем несложный. И безопасность пассажиров на первом месте. Погодные условия у нас – интернет, спутниковая связь, карты погоды. Когда вот один раз у нас был такой момент, что мы не смогли выйти в рейс из-за большой волны пятиметровой, когда Керченский прорезь закрывали. Посмотрели прогноз, приняли решение, остались и правильно сделали. Пассажиры тоже были, кстати, довольны, что мы не пошли в такую погоду. Для пассажиров здесь, конечно, лучших условий и не придумать бара, рестораны, бассейны с морской водой, кинотеатр, спортзал и спа-зоны. Есть и детские площадки, но вот путешествуют стандартно люди уже более старшего возраста, кому за 55. В основном в средневный круиз отправляются жители нашего региона – Ставрополье, Московской области и даже Красноярска. В этом году более 5000 пассажиров побывало в Крыму, путешествуя море. Организаторы продумывают рейсы уже на следующий год. Мы планируем сразу стартануть с майских праздников. С 1 мая судно начнет свою навигацию. Ну и самое главное – это маршрут сохранится прежним, но в Севастополе увеличится срок стоянки. Все также благодаря многочисленным просьбам наших клиентов. Для курорта Сочи, который в этом году не принимал иностранные круизные суда из-за санкций, это морское российское сообщение было единственным. Те, кто приезжает на отдых в Сочи, здесь узнают о возможности морских прогулок в Крым. Дело в том, что у нас много экскурсий. У нас пляжный отдых развивается, у нас развивается санаторно-курортное лечение. И каждый турист в Сочи может найти отдых себе по вкусу. Этот продукт может разнообразить тот набор турпродуктов в Сочи, с которым мы выходим на рынок. Сегодня завершился круизный морской туризм этого года. Князь Владимир отправится 1 ноября на зимнюю стоянку в порт Севастополь, где будут проведены и ремонтные работы, подготовка к следующему сезону. Снова из Сочи в круиз девятипалубный лайнер отправится в начале мая. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Сочинские школьники стали посланниками добра. Сегодня в первой гимназии состоялась международная акция «Послание добра» в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Участники акции обратились со своими письмами и посланиями к зарубежным сверстникам. Французский, итальянский, немецкий, английский. На этих языках школьники с 5 по 11 класс написали письма от себя лично или класса своим ровесникам за рубежом. Эти послания задел на дальнейшую дружбу, возможности переписки или видеостреч с ребятами с разных континентов. У нас была долгая поездка и я надеюсь, что вам здесь понравится. Вы сможете познакомиться с нашей настоящей русской гостеприимностью. И хорошо проведете здесь свое время. Это часть послания Георгия Каполиани, которую он написал участникам фестиваля от имени класса и школы. Вообще темы были разные. Изучение языка, культуры других стран, обсуждение взаимных увлечений, проведение совместных акций, организация общения между классами. Но главное, что хотели сочинцы донести до своих адресатов, необходимость объединения молодежи со всей планеты. Конечно же пожелать всем добра, мира, благополучия. И в каждом письме подарить частицу любви своей родине, другим людям, приехавшим со всех континентов в наш замечательный город Сочи. Конверты с письмами вручат участникам Всемирного фестиваля молодежи и студентов во время посещения имя образовательных организаций города Сочи. Кубанский регби-клуб стал чемпионом России. В решающем матче краснодарская команда обыграла ВВА Подмосковье со счетом 21-17. Российский чемпионат по регби-7 прошел в минувшие выходные на краснодарском стадионе Труд. Игроков в Кубани поздравил Вениамин Кондратьев. Это был действительно исторический матч. Победа стала второй подряд и седьмой в истории краснодарской регбийной команды. Поздравляю ребят. Уверен, для них это только начало. В Сочи уже завтра стартуют первые отборочные гонки в рамках чемпионата России в олимпийских классах яхт. Ну а сегодня в Сочи состоялось торжественное открытие чемпионата и первые тренировочные заезды. Обо всем по порядку. Ольга Десятого. 180 спортсменов из более чем 20 регионов. Таков масштаб самого важного старта для российских яхтсменов. Чемпионаты страны в олимпийских классах яхт. В Сочи турнир проводят уже четвертый год подряд. Город полностью готов к приему соревнований такого высокого уровня, отметил в приветственном слове глава курорта Анатолий Пахомов. Парусный спорт, как вы сами понимаете, для нас, для нашего города один из самых любимых, потому что здесь есть парусный центр, потому что Сочи сегодня имеет огромную материально-техническую базу спорта. Яхтенный спорт у нас любят. Всего у нас 150 ребят и девчат заняты в этом спорте. Сами же яхтсмены называют Сочи родным домом. Теперь здесь, на федеральной базе Югспорт, в последние годы после большого перерыва, они не только соревнуются, но и проводят сборы. Причем делать это гонщики могут круглый год. Вот сейчас начнется сбор после чемпионата России. Это ноябрь, декабрь, январь. Потому что сами тренировки и сам тренировочный процесс подразумевает не только тренировку на воде, но очень много физической подготовки, репетиционной части. Поэтому здесь все условия созданы для полноценной подготовки спортсмена и для вывода его на пик формы. Что касается самого чемпионата России, на турнир приехали сильнейшие яхтсмены страны, в их числе и звезда российского парусного спорта Стефания Елфутина, бронзовый призер Олимпиады в Рио. Награда историческая, ведь последняя олимпийская медаль у наших была 20 лет назад. Чемпионат России, говорит Елфутина, старт более чем серьезный. По его итогам сформируют сборную на чемпионат мира 2018, который пройдет в августе в Дании. А уже там будут разыграны лицензии на Олимпиаду в Токио. Поэтому каждому из спортсменов крайне важно показать себя в Сочи. До Олимпийских игр еще три года. Это не так много, но и не очень мало, потому что очень многое может измениться. Но надо сделать так, чтобы эти три года пришли в нашу пользу и максимально подготовиться ко всем важным стартам, которые будут. Крайне важным чемпионат Сочи называют и тренеры нашей сборной. Проявить себя может любой юхтсмен. Ну а традиционно в лидерах Москва и область, Ростов, Санкт-Петербург, Владивосток и Екатеринбург, ну и, конечно же, Краснодарский край и Сочи. Больше половины костяка сборной – это представители нашего региона. Для меня, как для главного тренера, это очень хорошая площадка для того, чтобы посмотреть новые таланты, новые звездочки, подключить их к подготовке вместе со старшими ребятами, чтобы они переняли опыт вовремя, их заметить, не упустить. И, конечно, я думаю, что этот чемпионат откроет нам несколько новых имен. Сегодня в программе чемпионата – контрольные обмеры яхты и первые официальные тренировочные гонки. Что касается погоды, сейчас она идеальна, говорят яхтсмены. Приличная после шторма волна и сильный ветер – это то, что надо. Спортсмены надеются, что погода будет гоночной и завтра, в день отборочных стартов, а не завершаться 20 числа. Ну а гонки за медали намечены на 21 и 22 октября. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Воронежский фермер представит колбасы, сыр и сало в Сочи. Предприятие примет участие в выставке «Православие», которая откроется 17 октября в отеле «Жемчужина». Компания «Воронежский фермер» – это высокое качество и отменный вкус. Это домашнее фермерское хозяйство. Колбасы, сосиски, сыр и сало – все это можно найти на стенде «Воронежского фермера» на выставке «Экспофуд» в Сочи. Куропанка с апельсинами, запеченная в печени. Гусь с яблокомутка с черносливом, перепелка с брусникой. Различные сыры – сулугуни, копченый, брынза. Сало, как говорят в компании, мягкое и тает во рту с чесноком, соленое в рассоле. Также большой выбор сосисок и сарделек, колбас в натуральной оболочке. Аромат, богатый ассортимент и аппетитный внешний вид продукции «Воронежского фермера» притягивает множество покупателей. Продавцы предложат и продегустировать товар перед покупкой. Компания «Воронежский фермер» на рынке сырных и колбасных изделий уже около 10 лет. Домашнее фермерское хозяйство отлично зарекомендовало себя на выставках на севере нашей страны. Теперь предприятие осваивает и юг России. И в завершении информации от наших партнеров. Стоматологическая клиника «Валеденталь» проводит акцию от производителей «Брекет-систем. Исправление прикуса у детей и взрослых школьникам. Скидка 30%. Чайковского 3. Телефон 254-57-07». Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.